Продолжение следует... Третье место бронзовая медаль. Российская Федерация. Дмитрий Тарабин. Очередная медаль приднестровских спортсменов на играх БРИКС. Копьеметатель Дмитрий Тарабин метнул копье на 78 метров и за это получил бронзу. Всего приднестровские спортсмены взяли 5 медалей на международных играх БРИКС. Два серебра у уроженца Тирасполя, гимнаста Артура Далалаяна, в многоборе и упражнениях на кольцах. А еще две медали у гребца-академиста Александра Туфанюка из Бендер. После серебряного заезда в одиночке его ждала гонка в двойке парной. Основной класс был двойка парная, там ограничение в весовой категории 70 килограмм, в одиночке разрешено 72 500. И поэтому кажется, что 2 килограмма это несущественно, но это в нашем весе, когда ты подходишь диетой, подходишь к старту со всей ответственности и вниманию, то эти граммы, килограммы, они играют важную роль. Мой соперник с Белоруссией шел конкретно только на одиночку, там разрешено 72 500. Поэтому мне кажется, что взрывной такой кондиции мышечной, вот ее именно не хватило. Буквально там, будем говорить, что 10-15 грибков передернуть, ему это удалось, я с этим не справился. Александр Тофанюк и Юрий Щелоков на дистанции 2 километра финишировали первыми. Игры Брикс для этого дуэта стали дебютными и сразу золотыми. До этого сезона мы ни разу с ним не создавали совместный экипаж. Встречались только на спортивных грибных дорожках, как соперники в одиночках. Обоюдно сошлись с мнением попробовать создать двойку парную. Притерка шла в течение подготовительного месяца, сложно, и у Юры характер вспыльчивый, горячий, как у одиночника. И я сам, по сути, большую часть спортивной карьеры провел в одиночке. Откинули все минусы и разногласия, и пришли к единому мнению, и сделали свое дело. Александр Туфанюк – сын легенды Приднестровской гребли Николая Туфанюка. Отец, да, это мастодонт Академической гребли, основатель, основоположник Академической гребли в Бендерах. Вот, и это мой первый, и, как бы, будем говорить, наверное, мой единственный будет тренер. Даже не буду приравнивать к тому, что это мой отец, да, по крови. А как тренер, как наставник, вот все, что на сегодняшний день у меня получается произвести, это все делает на фундаменте, заложенном в юношеском спорте, когда был отец рядом, когда он был жив. Каждый раз, когда выхожу на вот такого ранга старты важные, всегда почему-то вспоминается отец, и на набережной стоит, отдает какие-то указания и таким грозным кулаком показывает, что, как бы, чем пахнет, смертью. Игры Брикс продолжаются, но уже без приднестровских спортсменов. Они свое дело сделали и могут отдыхать. Игры Брикс продолжаются.